Что он сделал? Он на шахматной доске их поставил друг против друга, лишь бы спасти себя. Шахматист. Карпов, Корчной, Каспаров в одном лице. Только партия не ладится. Да они друг друга сейчас... Не, он не спасет, а за что он отвечает? У нас республика, федерация, президентская страна. Президент за все, а за все. То, что они страну п***ли, это даже можно не сомневаться. Лера, давай потом, пожалуйста. Они нас п***ли, наши детей, их будущее, их судьбу. Да, они честно, если честно, если честно, то, конечно же, они преступники. Это кто такое сказал? Это Пригожин такое сказал? Приветствую вас, дорогие друзья. Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Я хочу сказать, что сегодняшние технологии нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. А, вы знаете, интернет превратился в такую большую помойку, где есть что-то полезное и, естественно, можно девальвировать, дискредитировать любого человека. Мою политическую позицию, все знают, она присутствует во всех моих интервью и в общественном поле. Но, вы знаете, когда я послушал аудиозапись, я сам чуть ли не поверил в то, что это я. Я хочу сказать, что, наверное, ни у кого нет сомнений, как блестяще умеют, например, сегодня пранкеры подделывать голоса лидеров и общаться напрямую с другими лидерами. Соответственно, как бы потом делая это достоянием общественности, понимая их мысли, мнения и разное прочее. Конечно же, этот факт носит неприятный характер, что мой голос гуляет по интернету. Хочу сказать, что этот голос точно не имеет ко мне никакого отношения. Это фейк. Моя гражданская позиция, политическая позиция всем известна, она во всех интервью. Я никогда не был закрытым человеком, я всегда открыт, я всегда в зоне доступа и мою позицию все знают. Поэтому, пожалуйста, не тиражируйте эту фальшивую аудиозапись, не делайте из этого никакой сенсации. Мне это, конечно же, неприятно, но факт остается фактом. Это не имеет ко мне никакого отношения. Еще раз. Это было в городе... Сыктывкар. Нет, не в Сыктывкаре. Сейчас, сейчас... Ухта. Ухта, точно. Накануне концерта, а там билеты продались, сразу разлетелись, за три недели до самого выступления, одна из жительниц этого города вернулась домой с работы и по рассеянности оставила входную дверь незапертой. Положила сумочку в коридоре и пошла заниматься своими делами. Через какое-то время хватилось, сумочки нет, естественно, совсем не у содержания. Но в этой сумочке был билет на мой концерт. Один. Она молодец, она такая сообразительная. Во-первых, она запомнила ряд и место. И когда она заявила в полицию, в милицию, в полицию... Билет стоил две с половиной тысячи. Короче говоря, они там на всякий случай прислали туда отряд. Думали, ну мало ли какой-нибудь веломан явится. Кстати, жадность дела вверх человеческая. Он пришел сдавать билет? Ты сам? Он даже не продал, он пришел сам? Нет, он пошел в кассу сдавать его. А поскольку билеты закончились за три недели до концерта, он был единственным, конечно, кто такого додумался. Но тут же его повязали. Жадность, какая разгубила. Да, представляете, если бы не билет на концерт, то его бы не поймали. Его поймали просто. То есть получается, что мы еще... Да, вот так вот. ...участвовали. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.